Мы начнем с, конечно, приезда Орбана. Надо разобраться, что это за визит премьер-министра Венгрии, он в Киеве. По итогам встречи Орбан подчеркнул, что не является противником украинских планов завершения войны, но считает их слишком долгими в реализации. Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии, поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе, остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темп этих переговоров, сказал Орбан. Впрочем, Виктор Орбан подчеркнул, что не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы. Сергей Олегович, давайте разбираться, в качестве кого приехал Орбан в Киев, как посланник Путина, курьер Путина, друг Путина, или таким образом, может, дрейфует господин Орбан немножко от Москвы в сторону Киева? Орбан приехал как председатель в ЕС на шесть месяцев. И поэтому то, что он приехал в Киев, это уже хорошо, потому что он обозначил свои приоритеты, это все-таки значит, что он считает, что для председательства Венгрии в ЕС украинская тематика важна. Он никогда не был прямым исполнителем воли Путина, несмотря на то, что про него рассказывают всякие там штуки, что его там завербовали, что его держат, там ему чемоданами деньги носят и так далее. Я в это не верю, потому что я все-таки считаю, что он самостоятельный политик. Другое дело, что у него особое видение этой политики. У него такое же видение политики, как у Трампа. И на самом деле он приехал пиариться. Он приехал показать, что он не боится приехать в Киев. Он приехал показать, что он вот такой пейсмейкер, значит, блаженные, ищущие мира, ибо им воздастся за, хотел сказать, за грехи их, за их усилия. Он пытается копировать Трампа, потому что они с ним одного поля ягоды. Просто у Трампа это на самом деле аргументы другие. У него страна, которая производит 26 триллионов долларов ВВП. У него страна, у которой 900 миллиардов долларов бюджет Пентагона. У него страна, у которой бюджет с этой страны, это все бюджеты военные всех стран мира вместе взятые. А у Орбана всего этого нет. Поэтому он хочет, так же, как Трамп скажет, что я за 24 часа закончу войну в Украине. Как только приду, сделаю из президента. Но он же не Трамп. То есть у него контраргументов для России нет. Потому что самое главное, чего он не понимает или не хочет понимать, или вот здесь он, конечно, показывает свою абсолютную неподготовленность, с моей точки зрения. Потому что у нас во Франции тоже такие есть. Я им говорю, подождите, подождите. Это на Украину напали. То есть вы хотите, если вы хотите перемирия, то вы стране-агрессору это скажите. Что она должна перестать бомбить Киев, перестань бомбить инфраструктуру украинскую. Вот если вы стране-агрессору скажете Путину, что давай вот ты, парень, прекращай. А потом я съезжу к Зеленскому и скажу, что вот видишь, Путин проявляет благородство. Готов прекратить на несколько дней бомбежку Украины и вооруженные действия. Не откажется ли Украина тоже с ним заключить какое-то такое перемирие. И здесь бы я еще бы понял, еще бы немножко понял. То есть я понимаю, что это все равно туфта, но здесь хотя бы была бы логика какая-то. А то это вот такая ситуация, значит, вы сидите у себя дома, к вам валивается какая-то банда совершенно жутких головорезов. Начинает все там громить, вы пытаетесь ей противостоять, а какой-то сосед говорит, ну слушай, ты прекрати им противостоять. И тогда с ними можно будет договориться. На какой человеческой логике это основано? Я вообще просто не понимаю. Я просто не понимаю такую логику. Я надеюсь, что Зеленский ему примерно то же самое ответил. Он ему сказал, что слушай, твоя, конечно, предложение хорошее, но вот как практически ты себя видишь? Ну чего, значит, идет наступление у нас сейчас на Харьков, и мы прекратим, значит, отвечать на это наступление. Значит, они в Харькове окажутся завтра. Это вот это, с твоей точки зрения, это предложение в мире, в мира. Вот у нас идет наступление на Донбассе, мы прекратим им отвечать. И значит, чего они? Они послезавтра окажутся в Купинске, там, я не знаю, в этом самом, захватят всю Донбассскую, Донецкую область, весь Донбасс, всю Харьковскую область, всю Херсонскую область, всю Запорожскую область. То есть на самом деле это полная туфта. Потому что вот у Трампа у него совсем другая вещь, у него совсем другое предложение, потому что есть первое, что типа я заставлю Зеленского сесть за стол переговоров, но потом я заставлю Путина сесть за стол переговоров. И если Путин не согласится, то я дам Зеленскому столько оружия, чтобы он смог победить Путина. Вот Орбана этой второй части нету, то есть, ну грубо говоря, ну вот допустим, если Зеленский сказал, ну ладно, я согласен, и чего дальше, вот как ты физически это видишь? То есть вы понимаете, что это на самом деле пиар, за этим делом ничего не стоит, но он приехал попиариться, показать, что вот он человек доброй воли, у него тоже есть свой план. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Ну вот у него есть, мистер Фикс, у него есть свой план. Значит, поговорил с Зеленским. Теперь мы ждем, что он поедет к Путину, что ли, да? И скажет ему, слушай, Путин, давай прекращай. А Путин забежал из Москвы, зная, что Орбан к нему может приехать. Он оттуда забежал. Лукашенко, зная, что Орбан к нему может приехать, тоже забежал из Белоруссии. То есть не к кому ехать, никого нету в столицах. Они все сбежали в Среднюю Азию, в Центральную Азию. Там заседание ШОС. Так что Орбан остался, значит, и он будет теперь звонить Зеленскому. Слушай, я хотел поехать в Москву, а там Вовика-то нету, у него он уехал. Временно. Ну вот я когда с ним повидаюсь, я тебе перезвоню потом. Хотел Лукашенко повидать, тоже его нету, тоже исчез, нету никого. Вот звоню, пытаюсь там это увидеться. Приехал, вот сижу здесь в Кремле уже 7 часов, значит, вот на Красной площади, прямо успанский кворок, ворота мне говорят, ждите, Путин когда-нибудь вам ответит. Вот, ну в общем, это все издевательство над взрывом смыслом, как вы сами понимаете. Ну в конце концов, могли бы уже, знаете, любители конспирологии, чтобы, ну и номер 2 мог бы встретиться с Орбаном, чего уж там там у Орбана, и один из двойников мог бы выйти. Нет, ну номер 2, нельзя одновременно встречаться, потому что это разрушает картину. Потому что если вот так вот встретится когда-нибудь, кто-нибудь в двух разных местах одновременно, вот тогда уж точно подтвердится, что двойники есть. А там нужна стратегическая неопределенность. Нужно, чтобы все догадывались, что возможно такое, но чтобы не с кем. Потому что вот выйдут все 5 Путиных, да, в один момент. И тут мы все поймем, что да, вот это. Выйдут все 5 Путиных и скажут, нет никаких у Путина двойников. Абсолютно верно. Да, совершенно правильно. Ну, Елегович, вам передают привет. У нас не получается, мы с вами начинаем говорить одновременно. Все-таки есть небольшая задержка. Да, продолжите, пожалуйста. Нет, нет, давайте там кто-то привет мне передает. Да, вам передают привет просто целая коалиция стран из Литвы, из Казахстана, из Нидерландов, из Израиля, из Великобритании и Греции. А также Николаевская область и Херсон передают вам привет. А по поводу Орбана я еще спрошу, ведь давайте так, понятно, Орбану, вы сказали, нужно попиариться, он хочет такой peacemaker, миротворец условный, да, который хочет, раздувая щеки, значит, показать, что он не боится привести себя в Киев, где обстрелы, где отключение электроэнергии, где воздушные тревоги и прочее. Но вопрос о Киеву, зачем, на ваш взгляд, Орбан, вот его приезд? Ведь можно было отказать, и такие опыты у нас уже были. В апреле 22-го года отказали в визите президенту Германии Штайнмайеру. Германии, большой дружественной Украине стране, но тогда такая была позиция в Киеве. Это не отменило его навсегда для Киева, он приехал уже потом, в октябре того же 22-го года, но вот в апреле нет, не сошлись. Вот, поэтому сегодняшний визит Орбана в Киев был, ну, значит, аппрув из Киева тоже был, ведь можно было и отказать. Для чего Киеву Орбан? Кстати, Штайнмайер потом поменял свою позицию на прямо противоположную и стал теперь самым большим сторонником Украины и самым большим другом Украины. В этом смысле это очень хороший пример, конечно. Вот, нет, я думаю, что, помните, вот на прошлой неделе, когда был саммит в Брюсселе, Зеленский и Орбан встретились, и Орбан, судя по всему, там попытался чего-то там сказать, что типа давай встретимся, там у меня есть хорошее предложение, надо поговорить. Ну, Зеленский так подумал-подумал, ну, зачем мне лезть на конфликт с Орбаном, который 6 месяцев будет вставлять палки в колеса Европейскому Совете, потому что там все-таки какие-то деньги сейчас в июле должны перевести именно ЕС. Да, то есть от страны, конечно, которая председательствует, она не может развернуть политику ЕС там на 180 градусов, но она может сделать так, что проволочки будут какие-то. То есть мне кажется, это чистая дипломатия, потому что Зеленский все-таки тоже, я не скажу, стареет, но набирается опыта дипломатического. В дипломатическом опыте, вот там, значит, двери хлопать перед носом у кого-то, это не самая хорошая вещь. Лучше встретиться и выслушать точку зрения, сказать свою точку зрения. Вот, и таким образом, вроде все при своих остались, вот, ну и каждый, так сказать, попиарился. Я вообще обычно, ну если совсем уж не, вот если уже знаешь, что человек, все уже, там, я обычно даю там три шанса, да, вот, людям. Если уже три шанса использованы, и все, и узнаешь уже, что там ждать уже больше нечего, то вот в этом случае я говорю, что нет, ну нет смысла встречаться, потому что уже, как бы, все понятно, что там будет. Вот, а если еще есть какие-то шансы, то почему не встретиться? Так почему не встретиться, тоже подумал Си Цзиньпинь, когда ему сказали, что едет Путин в Казахстан. Ну там, на самом деле, встреча большая. Руководитель Китая Си Цзиньпинь прибыл 2 июля с официальным визитом в Казахстан, планирует принять участие в заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, ШОС, сообщает МИД Китая. Ожидается, что Си Цзиньпинь, казахская столица, встретиться с Путиным. В этом году они уже встречались во время официального визита Путина в Китай 16-17 мая, буквально вот полтора месяца назад. Зачистили. Раньше мы в таких частых встречах говорили про Путина и Лукашенко. Помните вот эти вояжи и ночные встречи? Нет, ну здесь, в общем, ничего необычного нет, потому что сначала была у Путина инаугурация, и ему надо было съездить к Си Цзиньпиню за разрешением на княжне, потому что я вам напомню, что в Москве ведь с 7 мая сидится абсолютно новый Путин. Мы такого Путина 25 лет не видели, потому что там же у них в Конституции написано, что вот те все Путины, которые до этого правили, они теперь их нет никого. И пришел Путин, молодой политик, который ни разу ничем не занимался, и с нуля пришел на первый свой срок президентский. Вот этому молодому политику надо было сначала поехать к какому-то там старичку и с ним посоветоваться, типа, а вот как мне управлять таким государством? Я бы никогда ничем не управлял. Вот только вот меня избрали, значит, я вот такой молодой, неопытный. Расскажи мне, Си Цзиньпинь, что мне делать? И вот за этим он ездил в Китай. Потому что вы же сами понимаете, что тогда даже никаких заявлений не было, ну, заявлений были сделаны, документов практически никаких не было подписано. Мы с вами смеялись, там, топинамбур, там, и хрящи, эти горячки. Вот. А дальше, дальше в заседании шанхайской этой самой, хотел сказать, ну, ладно, не буду сказать, банды, значит, оно тоже было запрограммировано заранее. Это каждый год составится там. Каждый год меняется председатель. Вот в этом году, значит, был председателем Казахстан, и сейчас он передает эстапету Китаю. И вот все это дело, так сказать, здесь все логично. И, кстати, вот тот источник, который вы читали, он неправильный источник, потому что, во-первых, он не называет все правильно, как, значит, у Путина был не официальный визит, а у Путина был государственный визит в Китай. Это две большие разницы. И там, если люди это не понимают, они никогда не изучали дипломатические отношения. И сейчас Си Цзиньпинь приехал в Казахстан не с официальным визитом, а с государственным визитом. То есть это самый высший ранг визита, который только может быть между государствами. Вот Такаев ему выставил, выстелил, значит, голубую дорожку в аэропорту, лично сам приехал в аэропорт его встречать. Значит, какие-то там эти самые казахские дети на китайском языке пели песенки, рассказывали стишки, очень умирились Си Цзиньпине, он был вообще счастлив. Вот я вам напомню, что, кстати, Такаев синист, китаист, то есть он говорит на китайском, он учился в Китае, он учился в Пекине, он говорит свободно на китайском языке, по этому поводу они там без переводчиков могут с Си Цзиньпинем общаться, в отличие от Путина, кстати. Вот Си Цзиньпинь, кстати, эти дети ему настолько понравились, что он сказал, ну, давайте, приезжайте ко мне, продолжите учебу там и так далее. Там, в общем, у них такая... И Путин не сегодня с ним встречаться будет. Путин с ним, значит, вот сегодня, прям два дня визит официальный Си Цзиньпиня в Казахстан, потом, начиная с завтрашнего дня, начинается этот самый ШОС, ну, вот туда собираются, на самом деле, 16 представителей, значит, 9 нынешних членов постоянных, плюс белорусский, значит, Лукашенко, которого на этом заседании примут в постоянные члены ШОСа, и таким образом ШОС станет 10 главой. Плюс есть наблюдатели, в числе которых, кстати, Эрдоган, в числе которых там Объединенные Арабские Эмираты, там, и Индия, по-моему, там, и, по-моему, Индия даже член теперь ШОС. Вот, то есть, в принципе, это такая штука, и на самом деле, вот для Путина это, вот вы говорите, а что-то он разъездился, там, типа, и там встреча у него целыми днями, вот как раз разница для Путина будет капитальная, потому что, когда он ездил в Китай, это был государственный визит, его один на один встречали, там, дорожку красную выстелили и так далее. А сейчас он приехал как младший брат, потому что, в общем, эта шанхайская организация, она как называется? ШОС? Шанхайская. Она не называется Московская организация сотрудничества, она называется Шанхайская организация сотрудничества. Где у нее находится штаб-квартира? В Шанхае. Где у нее сидит генеральный секретарь? В Шанхае. А Шанхай, где находится, как там Андерсон писал? Китайцы, все китайцы. Император у них тоже китаец, да? И вот, значит, это самое, вот в Шанхайской организации все шанхайцы, и у них этот самый, и штаб-квартира в Шанхае. А Путин там сбоку припеку, потому что Китай, это в 10 раз больше экономически, чем Российская Федерация, плюс вся Центральная Азия, плюс Турция, плюс Индия, там, и так далее. Вот, и Путин там просто будет один из, вот помните, в прошлом году, и он такой, вот они там, такое был лобби, хотел сказать лобби, вот, лобби такое, значит, диваны, и они все такие вальяжные, там, значит, этот был, во главе стола, кстати, сидел Алиев такой, очень вальяжный, вот, а Путин такой на диванчике присел, такой старенький старичок, мухоморчик с ноготок, вот, и очень так присел, как-то он это подобострастно, подобострастно, вот, Лукашенко рядом сидит, такой здоровый лось, вот, а Путин такой маленький, хлюпик сидит, и, в общем, но все-таки показывает, что он может куда-то ездить, но в этой шанхасской организации он давно уже все потерял, то есть не он там главный, там китайцы главные, там китайцы главные, там те главные, у кого денег много, у кого экономика большая, и, а Путин там сбоку припек. Какие-то результаты, которые могут нас удивить по результатам ШОС, могут быть озвучены в ближайшие дни, послезавтра? Ну, вот, ну, ну, вот, результат, который будет озвучен, то, что принимает Беларусь, ну, Беларусь очень, очень хотела, вот, а все остальное, там все будут такие, это, в общем, протокольная встреча, на самом деле, они все, они все за мир, за дружбу, за улыбки милых, за, значит, чего-то там встреч, вот, за регулярность встреч, да, вот, то есть там ничего, ничего такого глобального нет, у них есть, конечно, программы, самая большая программа, которая есть на самом деле в этой шанганской организации, это китайская программа ШОЛКОВО ПУТИ, которая мимо России, которая прямо в Центральную Азию, а дальше в Азербайджан, дальше в Турцию, вот, и в Европу, вот, и все, и то есть Россия, опять же, идет мимо, Казахстан, с Китаем у них вырос товарооборот, очень сильно, вот, ну, не до российского, конечно, наши российские 240 миллиардов, но все-таки 40 миллиардов для Китая, для Казахстана, с Китаем, это много, да, вот, и растет, и будет расти, и у всех остальных растет, и будет расти, я имею ввиду, товарооборот, вот, и в этом смысле, а Путин смотрит на все это дело и говорит, ну, у меня же тоже, я бы хотел там газ ему продавать, там, ему говорят, да пошел ты своим газом, вот, мы даже Миллера к тебе не взяли, не стали принимать, то есть, Миллер к нам с Путиным даже не приехал начальник госгазпрома, потому что китайцы, никакой нам газ твой больше не нужен, нам всего того, что мы от тебя сейчас получаем, нам достаточно, вот, а дальше мы будем развивать отношения с другими, ты у нас не один такой, вот, а Китай у Путина один, потому что у Китая половина внешнеторговли, это Путин, но у Казахстана, правда, тоже. Так, о том, что будет в Казахстане, мы будем следить, обязательно поделимся, а вот то, что происходит в Крыму, интересные новости, тоже хочу коротко обсудить, в понедельник, то есть, вчера, 1 июля, украинские пилоты нанесли сокрушительный удар по складу боеприпасов во временно оккупированном Крыму, командующий воздушных сил генерал-лейтенант Алищук написал, в очередной раз уничтоженные вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника, конец цитаты. Это о чем нам говорит? Перед этим были удары по объектам радиолокационного слежения, и сейчас украинская авиация может спокойно наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму, а там еще и F-16 подъедут, и вообще будет горячий сезон. Ну, вообще-то у меня тут два дня назад была встреча на французском телевидении с одним моим приятелем, экспертом по авиации, и он так вообще-то говорит, что чуть ли не уже приехали F-16, чуть ли уже там не летают где-то. Ну, пока их никто не видел, но результаты, говорят, вот видны вот эти вот результаты. Правда, потом никто не подтвердил, такая, значит, это самая заваруха такая возникла некоторая, потому что это был бы, конечно, скуп, если бы уже сказали, что все уже прилетели F-16, и уже бьют по России там далеко, и там что-то там сбивают. Ну, вы правы, там действительно целенаправленные были удары по ПВО, там несколько важных объектов, в том числе там установки там S-300, S-400, S-500 где-то даже там сбили, я не помню, где она находилась, но, по-моему, в Крыму S-500 была самая современная ПВО-шная установка, но, тем не менее, она даже саму себя не защитила, то есть не увидела, что к ней летит чего-то, когда уже прилетел, уже поздно типа, все уже, поздно пить боржом. Вот, ну, естественно, поскольку все это было сделано систематически, системно, то, как только уменьшилась защита ПВО-шная полуострова, то дальше системно начинают бить по военным объектам, по складам оружия, по, значит, пунктам управления войсками там и так далее. Ну, вот здесь просто сидим и ждем, потому что, знаете, я вспоминаю детскую игрушку, морской бой, да, вот у меня такое впечатление, помните, когда вот есть там, не дай бог, вот вам повезло, например, за вами стоит зеркало, и вы все видите, что у вашего противника там, вот у меня такое впечатление, что вот Украина сейчас видит абсолютно все, что в Российской Федерации в Крыму, и просто сидит и говорит, а вот теперь там Б-1, а тебе говорят, попал. Они говорят, Б-2, попал. Б-3, убил. Вот. Ну, это давно уже продолжается, потому что уже 27 кораблей. Кстати, Путин тут собирал даже совещание по судостроению вместе с Патрушевым, и говорил, что нам что-то делать с этими самыми кораблями. Да, с главным. Ну, у них там был праздник, кораблестроители и судостроители, и, значит, Путин его, значит, поздравил, и говорит, ну, нам надо что-то делать, потому что у нас там все швах, в общем-то. Вот, говорил, мы там купили 40 кораблей в этом году. Но, правда, мы их в черном отчете не видим, этих кораблей, они где-то там у них в другом месте. Может, на Луну они запустили эти новые 40 кораблей. Вот. Или, может, там, я не знаю, там Путин лодку какую-нибудь моторную запустил где-нибудь там в своей резиденции, считает, что это новый корабль спустили на воду. Вот. А Патрушев перед этим была очень смешная штука, я над ним издевался. Когда был Петербургский форум, то все поехали выступать на форуме, а он поехал в Карелию открывать, закладывать якорь какой-то там у ледокола. Ну, очень смешно было. Ну, вот, закладка якоря для ледокола. Ну, важный. Да, главный по корабликам. Значит, что-то еще хотел быстро прочитать. Тут зрители пишут, что хорошо, что он поехал, Путин, в Казахстан, там погода под 40, ох, и добьют его эти поездочки. Посмотрим. Ну, я думаю, сейчас в Киеве тоже не сладко. Ну, если честно, да, тут у нас очень горячо. Тоже выше 30, порой даже сильно выше. Значит, по поводу вашего морского боя, который вы сказали, значит, что А1, там, Рата, Б2 ранил. И я думал, что последний будет G7. Спасибо. Да, да. Так, еще одна информация про встречи. Про встречи, анонсированную мной в самом начале. Голос Америки пишет. Ермак Умеров встречается с чиновниками в Вашингтоне перед саммитом НАТО. Глава Пентагона США Ллойд Остин во вторник проведет переговоры с министром обороны Украины Рустамом Умеровым во время встречи, которая, по словам Пентагона, продемонстрирует поддержку США безопасности Украины. Встреча проходит за неделю до саммита НАТО, который принимают Соединенные Штаты, и на котором военная помощь Украине в защите от российского вторжения будет главным вопросом повестки дня. госсекретарь США Интони Блинкин проведет во вторник встречу с Андреем Ермаком, руководителем Офиса президента Украины. Новость в целом хорошая. Информация, которой поделился Голос Америки, в общем, протокольная. Я вот хочу попытаться разобраться более по полочкам, по лавочкам. Как думаете, что может быть главной целью визита, особенно учитывая следующий саммит НАТО через неделю? О чем могут говорить, значит, Остин с Умеровым и Блинкин с Ермаком? Я думаю, что Остин с Умеровым говорят исключительно о военной помощи, потому что одно дело проголосовать военную помощь там 20 апреля, другое дело ее получить на фронте. И вот это две большие разницы, как говорят у вас в Одессе. И по этому поводу я так думаю, что Умеров будет Остин говорить, что слушай, парень, нам это, у вас там вообще-то загашники, до хрена чего есть, давай нам это, передавай уже, хватит уже игры в игрушки, потому что иначе придет Трамп и вообще все это дело потеряет свою значимость. То есть я так думаю, что они будут стараться и тот, и другой, и министр странных дел, и министр обороны получать, во-первых, усиление военной помощи, и ускорение сроков их поставки, ее поставки. Это первое, с моей точки зрения. Все это домыслы, я ничего не знаю, у меня никакого инсайда нет. Я просто реагирую на то, что вот если бы я там оказался в вашем положении, я бы об этом говорил, первое. Второе, я так думаю, они будут обсуждать, конечно, этот самый саммит, потому что были такие сигналы из Америки, что типа он на такой праздничный, там 75 лет образования, там туда-сюда, вот, и поэтому не ждите от него, что прямо вот на нем там состоится все, там принятие Украины в НАТО, там и так далее. Вот, и я так думаю, что вот украинская сторона, она пытается что-то получить значимое, потому что, в общем, кроме объявления о том, что Украина принята в НАТО, я не вижу, чего еще такого красивого можно было на этом саммите объявить. Вот, и по этому поводу, значит, ну, они готовят, потому что, грубо говоря, я думаю, что сейчас эти переговоры, ведь сейчас идут выборы американские, да, вы видели, какие там дебаты прошли, то есть... Да, я обязательно хочу с вами обсудить, что там с Байденом, с Трампом, это очень интересно. Пожалуйста. У Байдена очень слабая сейчас позиция, вот, и поэтому я так думаю, что вот как раз с его чиновниками, которые, ну, в общем, что-то там значат, украинская сторона пытается им говорить, что, ну, вот видите, у вас там недееспособный президент сейчас, так давайте берите в свои руки там, типа, и давайте нам чего-нибудь там подписывайте у него, потому что, может, он сейчас нам может что угодно подписать, может, вы ему бумагу дадите, где он там, нам 361 миллиарда, добавьте еще 3 перед 61, может, он возьмет ее и подпишет, потому что он, в общем, в таком состоянии, что может не заметить, что там лишняя цифра добавилась. Вот, ну, это я смеюсь, смеюсь, конечно. Вот, но дипломатически это важно. Я не, 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 вот, я думаю, что для Украины самое важное сейчас даже не дипломатия, а реальные поставки, потому что, ну, вот видели там последнее сообщение из Америки, что какая-то там очередной транш 245 миллионов. Что такое 245 миллионов, да? Ну, то есть мы привыкли, что мы там 6 месяцев ждали миллиардов, а тут нам передают, вам передают какие-то там 245 миллионов, то есть какие-то смешные транши идут, вместо того, чтобы сказать, что мы Соединенные Штаты Америки передали, там, я не знаю, 2,5 миллиарда очередной транш, вот я еще пойму там еще, да, или там 5 миллиардов, а то говорят там 245 миллионов. Это что такое, это там носовые платки, что ли, вам там передают, или там, я не знаю, что там, подгузники? Вот хватит уже, значит, заниматься фигней. Да, да, нет, подгузники не нам точно, нам у нас такого. В общем, нам серьезная помощь нужна, и в первую очередь, конечно, это патриоты. Наверное, это одна из задач, об этом говорил Зеленский, открыто говорил, что одна из задач наших визитеров в Соединенные Штаты это уточнить точные даты поставки патриотов, которые уже пообещали Соединенные Штаты. А чуть выше бы сказали, что, что более значимое, может, могут объявить на саммите НАТО, чем вхождение Украины в НАТО. Мне показалось, ну, есть еще один вариант, вхождение НАТО в Украину было бы тоже очень. Да, ну, нет, это, конечно, мы, это самое, все-таки мы с вами серьезные люди, увы, да, вот если бы мы там сидели где-нибудь там в ресторане за бокалом чего-нибудь там крепкого, то можно было бы там посмеяться. Ну, нет, это, конечно, не, это, надеяться на это, к сожалению, нельзя, потому что мир, увы, более скучен, чем нам хотелось бы. Про Трампа и Байдена начали мы уже говорить. На весь мир без преувеличения прогремели дебаты. 33 на 67 голосования в эфире СНН не в пользу действующего президента. Как увидели эти дебаты? Вы, как думаете, будут развиваться события? Доковыляют ли до ноября оба кандидата или в командах будут, или, вероятно, замены? Я вообще очень скептически относился ко всей этой истории. Я вам говорил, что вообще и тому, и другому надо еще дожить до выборов. Потому что одному 79 лет, второму 81 год. Вот, и по этому поводу, и тот, и другой, значит, Трампу через неделю будут объявлять срок, который ему полагается за уже признанное за ним преступление в Нью-Йорке. Вот, причем потенциально ему могут объявить 136 лет судебного тюремного заключения. Вот, ну, и сейчас состоялось уже решение там суда про мнение по этому поводу, а по поводу его имитета, верховного суда, которое такое частично вроде бы в его пользу, а на самом деле и не в его. Потому что суд сказал, что вроде бы там, вот, если он какие-то действия, которые он принимает как президент, на них действительно распространяется иммунитет. А вот если какие-то действия, которые он делает как частное лицо, то на них иммунитет не распространяется. И это вот на самом деле люди, я еще не слышал специалистов американских, но на это мало кто еще отреагировал. А я вам напомню, что этот самый Трамп, когда его обвиняли в том, что он, как президент Соединенных Штатов Америки, устраивал переворот государственный, он же ведь, у него главный аргумент был, да я никакой не президент, это просто мое мнение, я высказывал, личное, как частного лица. И вот бум, ему Верховный Иисус сказал, а вот все, что ты делал как частное лицо, на это иммунитет не распространяется. И вот теперь, когда это все дело сойдется в одно место, вот в каком-нибудь там суде, вот ему скажут, слушайте, а вы вот там частное мнение высказывали на пороге Белого дома. Оно вообще-то привело к тому, что люди захватили Конгресс, там даже там были какие-то там потери и так далее и тому подобное. Вот так что им надо дожить до этого дела. Вот сами по себе дебаты никогда в истории Америки ничего не решают. И даже если вы посмотрите социологию, вот прошла неделя, ну Байден потерял там процент с половиной, а Трамп получил полпроцента в социологии. То есть на самом деле, это я давно уже тоже говорил, что ничего внутри лагеря этих людей эти дебаты не изменят и не могли изменить. Потому что те, кто любит Трампа, даже если Трамп все плохо делает, они все равно его любят. А те, кто любит Байдена, даже если Байден все плохо делает, они тоже его любят. Вот. И ненавидят противника. Поэтому в этом смысле ни в одном и ни в другом лагере ничего и никакой изменения не будет. Изменения будет среди тех, кто ни за того, ни за другого или кто сомневается. Вот здесь могут быть изменения. Это раз. Во-вторых, действительно, еще-еще есть время. Ну, то есть Байден, понятно, что он, конечно, там хорокорится. Он, в принципе, не в такой уж плохой форме находится. Но понятно, что ведь у него форма сейчас уже, если такая, он еще не стал президентом. А ему потом 4 года еще сидеть в офисе. То что это будет за президент? Я вообще говорю, что для Америки сейчас катастрофа не для Байдена лично, не для Трампа лично. А для демократической партии и для республиканской партии. Что это, ребята, у вас за система политическая, в которой в стране, где 355 миллионов населения, вы можете найти только двух старых пердунов, которые, значит, могут пойти на президентский выбор. У вас чего нет молодежи? У вас чего нет приличных людей нормальных? У вас в одной партии может быть там 1500 человек, и в другой партии 1500 человек, которые могут их заменить. Вот легко десяток, 15 человек можно найти в одной и в другой партии. И вы, черт, за херней занимаетесь, нам двух старых пердунов нас сажаете, от которых всем, вам, всем, и вам надоело. И американскому народу все это надоело, миру это надоело. Вы издеваетесь над собой, над нами. Вы на самом деле лицо теряете. Вот, ребята, очухайтесь, соберитесь на свои съезды, изберите нормальных людей. От республиканской партии выдвинете Ники Хейли, вот, от демократической партии Блинкина того же самого выдвинете. И вот будет интересный тогда, значит, выборы Блинкин против Ники Хейли. И вот мы тогда скажем, что нормально в Америке там проснулись, и серьезные люди, и серьезные партии занимаются серьезными делами. А так вот будет эта борьба на найских мальчиков, так борьбу на найских мальчиков еще интерес смотреть, потому что они мальчики. Вот, а борьбу на найских пердунов старых, это не интерес смотреть никому. Если от этих вот зависит будущее не только Соединенных Штатов, хотя это одна из самых крупнейших экономик мира, но, по сути, от этого зависит и ситуация в мире в целом, то, я думаю, при льнув к экранам полмира будет смотреть за танцем этих дедушек. Так нет, смотреть-то мы будем смотреть, но в результате какая репутация у страны и у этих дедушек? Так, к тем, кто помоложе, Месси Макрон, что с ним, как обстоят дела во Франции, выборы, выборы, Ле Пен, и что происходит? Какая ситуация внутри, и как могут развиваться события? Ну, Макрон устроил, конечно, бардак, но ему терять нечего было, потому что ему-то ничего не угрожает. Потому что он, как его выбрали, так он будет сидеть до 27-го года, и там все разговоры о том, что Макрон должен уйти в отставку, это все для детского сада. Вот, по французской конституции он никому ничего не должен. Так он и выборы не должен был объявлять досрочным? А нет, вот это его выбор. То есть, вот его снять никто не может. А вот он снять парламент может в любой момент. Ну, не скажу, что он может их снимать каждый день. Вот теперь он назначил эти выборы досрочные, чтобы, так сказать, устроить встряску немножко страны. Я к этому делу отношусь, на самом деле, с большим любопытством, потому что, ну, строго говоря, пока меня лично это не касается, вот, а для страны это любопытно. Почему? Потому что у нас идет сдвиг в этот национальный фронт уже лет 30. Он такой вялотекущий, но с каждым годом все хуже и хуже. То есть, в 2002 году, когда папаша Леупен вышел во второй тур президентских выборов, у нас было ощущение, что на нас летит комета какая-нибудь, и через неделю Францию уничтожен, будет уничтожена, или там Гитлер воскрес. И во Франции идет национал-социалистическая партия Германии, НСДАП, вот и так далее. И поэтому Франция тогда встрепенулась и проголосовала за Ширака 82% голосов. С тех пор к этому привыкли. То есть, вот тогда это была встряска. А потом, когда его дочка в первый раз вышла во второй тур выборов в 17-м году против Макрона, уже это никого не удивляло. Это было уж совершенно нормально. Все так вяло смотрели и смотрели за дебатами, устроили дебаты. И она тогда дебата проиграла, потому что почувствовала, что она еще не готова, чтобы стать президентом. Ее не избрали. В 22-м году опять она второй раз. Это уже вообще уже стало, ну типа это, как вот помните, был такой советский анекдот, когда вот умирали генсеки там после Брежнева. Там Брежнев, Андропов, там Черненко, там каждый год умирает генсек. Вот. И когда Черненко умер, то есть анекдот такой, знаете, программы «Время», выходят эти два диктора и говорят, вы будете смеяться, товарищи, дорогие товарищи, но у нас сегодня опять умер генеральный секретарь. Вот. И вот такая же история, значит, Марина, вы будете смеяться, но вот она опять вышла во второй тур. Вот. И Макрон посчитал, что в 27-м году она опять может выйти во второй тур. И с третьей попытки она уже может реально стать президентом Франции. А тогда это на пять лет. На пять лет она президент, плюс, значит, Борделя будет у нее премьер-министром, плюс будет Национальный фронт обладать большинством в парламенте. И тогда они пять лет будут издеваться над страной. И он решил устроить, так сказать, проверочку, генеральную репетицию. Почему это интересный вариант? Потому что он же сам остается президентом, то есть на самом деле он, даже они побеждают. Если даже они побеждают. Представьте себе. Они садятся в Бурбонский дворец, значит, в Нижнюю парлату. Верхняя парлата парламента, Сенат, не у них. Макрон, президент, не у них. Госсовет, не у них. Конституционный суд, не у них. Там всякие высшие функционеры, не у них. То есть на самом деле они сядут, управлять они никогда ничем не управляли реально. И они вот начнут говорить, а где тут это самое, знаете, вот как молодежь там садится за автомобилей, говорит, а где, а что это за педаль? И ему, значит, педаль газа, а это, а это педаль тормоза. А как, а чего? И вот вы помните, как вы первый раз там пытались в машине там нажать на какую-то там педаль, и она, значит, раз, там чуть в стену не влепилась, а потом в обратную сторону, и вы испугались там и так далее. Вот так они будут управлять страной. И вся страна убедится, что на самом деле управлять машиной они не умеют, потому что вот все остальные, каким бы они ни были, там, социалисты, там, правые, центристы какие-нибудь, они все знают, как управлять машиной. Они садятся у машины и сразу знают, где педаль газа, какие скорости включать, как, чего, куда. Они, может быть, едут в разные стороны, у них направление езды, но они знают, как машина работает и как управлять машиной. А эти, значит, они вообще, у них прав не было, на вождение автомобиля не было. И вдруг этот борделя, 28 лет, у которого нет прав на вождение автомобилем, значит, приходит в кабинет премьер-министра и говорит, а я теперь премьер-министр. Ну, ему говорят, ну и вперед, парень, давай. Вот машина стоит, давай вперед, давай это. А он говорит, а как? А им говорят, а не как, вот как хочешь, так и разбирайся. Тебе же надо было учиться, тебе же надо было экзамены сдавать, практику где-нибудь там проходить. Вот избрался где-нибудь, например, бы ты бы сначала там в муниципалитете какой-нибудь, потом бы избрался в регионе, потом бы стал чем-нибудь. А вот ты этого ничего не прошел, у тебя прав никаких нету и опыта работы, вождения автомобиля нету. А вот теперь, а ты сразу, то есть получается, что это ведь не просто он сел за автомобиль, а он пришел на стадион Формулы-1, где стоит болид такой, который развивает скорость там 350 км в час. И говорит, значит, а у нас теперь Формула-1, и я вот теперь вот буду там, первая команда, у меня полпозишн. И он говорит, ну и вперед, давай, давай, езжай. А он говорит, а я ни разу на машине не ездил, у меня даже в Запорожье не было никогда, у меня даже самокаты не было дома. А я ему говорю, это никакая проблема, ты же хотел сесть за руль машины, пожалуйста, вот у тебя это самое. А это на самом деле, управление государством, это даже не машина Формула-1. Это он приехал на космодром Куру, там стоит ракета, значит, лететь в космос. А он говорит, а я там вообще не рыло, не ухо. А он говорит, ну парень, какие проблемы, ты же хотел вот встать, ну вот давай управляй теперь этой ракетой, вот она стоит, давай лети к большой космической станции. А он говорит, да я на самолете даже на кукурузнике не летал, ну твои проблемы. Вот что устроил Макрон. Значит, сейчас прохладный тур, 577 мест в парламенте, избрали с первого раза, то есть депутаты, которые набрали сразу выше 50% голосов в своем округе, их всего оказалось 70 человек, 70 человек. 500 не избрано. И сейчас, в следующее воскресенье, 7 июля, будут избирать эти остатки 500 человек. Вот, ну потенциально у Национального фронта может там 220 мест или 240 мест. Это низшая планка, и тогда у них нет большинства, и тогда никакой борделя там не садится в кабинет ни в какой. А потенциально может быть и абсолютное большинство, там чуть не 300 голосов. Большинство 289. Вот, и тогда он садится как премьер-министр в Материньонский дворец. Вот, но есть еще другой вариант, потому что Макрон на самом деле заставил их всех переругаться. Все те, кто скрывали раньше, что они сочувствовали, значит, этим самым экстраправам, они вдруг проявились, вот типа Эрика Сьюси, который был такой умеренный, якобы правый, а на самом деле оказался он фашист. Вот, его исключили из его партии, там они все разругались, там и так далее. Одна из племянниц Люпена, которая была, ушла в другую партию к Зимуру, тоже разругалась с ним, вернулась обратно к тете. То есть на самом деле там вот такие, таких штук очень, для политолога просто, ну вот сейчас вот, ну просто, ну супер-пупер, потому что интереснее ничего нет. Вот, если бы за этим не стояла 68-миллионная страна, у которой шеста экономика в мире, и как бы у которой есть ядерные бомбы, там 300 ядерных бомб. Вот, и дальше, вот еще какая вещь, у левые, которые умирали, которые просто, вот Макрон их убил в 2017 году, он убил, кстати, правые вот этих классических правых и социалистическую партию. Вот, и они все умирали, 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 7 лет, в общем, там балансировали где-то там на уровне, там от 2 до 5 процентов максимум, а тут они все собрались и сделали левый фронт. И этот левый фронт, кстати, получил почти такой же процент голосов, как и национальный фронт Марион и Леопет, национальное объединение. Вот, если этот левый фронт, у которого 28 процентов, и Макроновская партия, у которой 22, ну-ка давайте арифмичкой займемся, 28 плюс 22, сколько получается? 50. 50. 50, а у национального фронта 32, ну и плюс там его какие-то там добавки 38. И 50 против 58, то есть вполне возможно, что еще этот национальный фронт еще ничего не получит. Вот, тогда просто нам Макрону придется договориться с левыми и создавать коалиционное правительство, но тогда, если они договорятся, они могут, значит, тоже будет для Макрона сложная ситуация, но лучше, чем национальный фронт, все равно. Так что все теперь, значит, замерли, мы смотрим, значит, французы ничем другим, вот чем плохо это все, вся эта история, было бы все замечательно, вот если бы я вам все это рассказывал, интересно там и так далее, если бы от этого не зависела реальная жизнь и, в частности, помощь Украине. Вот, потому что вы же понимаете, что это национальный фронт, если они придут в власти, то, хотя они поменяли, кстати, свою ориентацию, они раньше просто за Путина топили, а теперь они говорят, нет-нет-нет, мы типа не с Путиным, мы типа за Украину, мы против агрессии российской, но у нас там, вот как у Орбана, есть тоже свое видение, мы хотим, чтобы там это перемирие, никаких французских войск, вот вы говорили, там НАТО придется в Украину, вот нет-нет-нет, вот это мы против, бить там натовскими ракетами по территории России, нет-нет-нет, мы этого против, вот, то есть у них есть очень много вещей, которые могут затормозить французскую помощь Украине. И вот только этим с одной стороны, и с другой стороны, вот этот месяц французы не занимались ничем, как разглядыванием своего политического пупка, вот, и по этому поводу, значит, как будто война в Украине закончилась, как будто уже мир давно наступил, и вот это тоже плохо для Украины, вот, ну, осталось еще потерпеть пять дней. Сергей Олегович, еще хочу успеть, две минутки буквально займы вашего времени, вроде не такая там на фоне остальных новостей важная информация, но тем не менее, мне кажется, она вот симптоматична, я хочу попросить вас расшифровать. Значит, российский суд объявил Александра Невзорова и его жену экстремистским объединением, это очень интересно. Значит, суд запретил их деятельность в России, также обратил, там, доход государства и их имущество в России, три земельных участка, живой дом, автомобиль, вспоминается этот список, помните, магнитофон, портсигар и так далее. Вот, а до этого, ну, это если шутить, а если серьезно, до этого еще Дмитрия Гордона, там, осудили на 14 лет заочно, что это, что это за вот это российское правосудие, которое якобы пытается дотянуться до тебя прямо туда, за границу? Что это? Для чего? Это просто мелкая зависть. Это мелкая зависть людям, до которых дотянуться вот реально нельзя, ну, дай мы им нагадим, потому что, конечно, неприятно для человека, который уехал, у него там формально еще там что-то там числилось, хотя, в принципе, Невзоров уже давным-давно говорил, что я уехал окончательно бесповоротно, я себя не считаю россиянином, я никогда не собираюсь туда возвращаться, и, в принципе, ну, можно было бы там потенциально подумать о том, как продать бы эту недвижимость и получить там деньги, использовать их там, где он находится, по-моему, в Италии, да, и только с этой точки зрения, вот, то есть это мелкая пакость, вот, ну, а Гордон-то тем более, потому что, в общем, у Дмитрия это все нормально в Украине, вот, это просто, на самом деле, вы знаете, это, с одной стороны, вот мелкая пакость и большая глупость, да, потому что, когда вот вы так тупо долбите где-то там, где человека нету, то вы показываете, что он все делает правильно, он вот там, где он есть, он все делает правильно, да, то есть это вот Дмитрий Гордон получил медаль от Российской Федерации, признание того, что то, что он делает, доставляет Российской Федерации очень много негодования, что они с ним борются, потому что то, что на его каналах там делается, ну, вот мы с вами там регулярно к нему там ходим на интервью, участвуем тоже в этой истории, ну, вот, что это больно для Российской Федерации, поэтому только таким способом они могут им отомстить. И Невзорова то же самое, потому что у Невзорова тоже большие просмотры, большие каналы, у него есть большой авторитет в журналистских кругах, не только среди зрителей, но и среди коллег, вот, и вот только таким способом они могут, значит, отплатить это дело. Но, в принципе, вот все приличные люди давно уже говорят, что, в общем, и когда в Российской Федерации вам делают какую-то гадость, то это, в общем, ну, как медаль вам дают. Да, так и есть.